доброе утро мир и люди живущие в нем традиционно 9 20 утра с горбость жду вас сегодня продолжаем говорить про цели уже в контексте их реализационной силы вчера мы говорили про то как планировать финансовый рост для того чтобы он реализовывался для того чтобы это не было только планирование если вы не смотрели вчерашний эфир посмотрите пожалуйста есть записи фейсбук и в инстаграм буквально предыдущий эфир я там давала такие невидимые на что обратить внимание невидимые ошибки почему достаточно часто финансовое планирование финансового роста оказывается только планированием и говорила что сегодня мы с вами продолжим немножечко эту тему и будем говорить с вами о ценностях о той реализационной силе либо тяговой силе целей которая по сути отвечает за реализацию которая отвечает за перевод планирования в факт до плана факт вот которая собственно говоря и организует на самом деле все событийные ряды в нашей жизни сегодня будем говорить про это для вижу что вы присоединяетесь и фейсбуке инстаграм для те кто присоединяются пишем пожалуйста доброе утро мир доброе утро люди живущие в нем наше бандовское фирменное приветствие доброе утро мир и люди живущие в нем вижу вас это радует для тех кто меня видит первый раз зовут меня светлана горбыч я психолог на всю голову я помогаю людям поднимать самооценку и доходы напрямую связанные вещи ибо невозможно без самооценки идти в доходы поднимать доходы я как-то недавно объясняла дочке вот эту вот связь мы читали бадышифер азбуку денег это она же пёс по имени мани там может быть вы читали и если не читали очень рекомендую почитать со своими детьми либо почитать даже самостоятельно почитать и она тоже она задавала вопрос почему связано как самооценка связана с деньгами и не очень понравилось как бадышифер это расскажу как пёс по имени мани рассказывает о том что человек с низкой самооценкой побоится пойти в новые действия потому что заведомо будет считать что это для него бесполезно по меньшей мере и соответственно новый уровень доходов предполагает новые действия об этом мы частично говорили вчера но как бы вы не работали со своими убеждениями со своими ограничениями да не попытались там расширять свою емкость мы говорили вчера да помните о неспособности принимать определенный уровень благ некий такой внутренний контейнер который вот столько могу принять а вот столько уже сложно это об этом и тоже говорили вчера но помимо этого вы наверняка могли в своей жизни замечать что какие-то цели реализуются а какие-то не в какую ну никак по отношению к каким-то целям вы активны то есть они не сами реализуются но давайте по-честному цели редко реализуются сами вы их реализуете единственное что можно сделать то что мы активно делаем на архитектуре года да мы протаптываем путь реализации мы протаптываем путь реализации но впоследствии мы идем по этому пути реализуем цели сами не очень реализуются и какие-то цели вы реализуете какие-то цели вы активны вы вам легко вы двигаетесь у вас все получается если не получается не все так ну не все сразу значит получается постепенно а какие-то стопорятся и ни в какие ворота вот совершенно никак замечали такое поставьте лайки если вы замечали что вот в концу года вы приходите у вас есть там ну список того что я хочу прожить в этом году и вы понимаете что ну вот это вот это вот это да то есть это не то что я там слил ну слился энтузиазм в марте месяц либо там в середине февраля февраль уже утихает до февраль там слился энтузиазм я в принципе двигался либо двигалась я в принципе делал либо делала но да ну что-то двигалась легко а что-то стопорилась и никак и очень сложно бывает понять почему очень сложно бывает определить почему в одних целях да у одних целях достаточная реализационная активность реализационная сила а у других пшик да кроме энтузиазма даже если вы понимаете что вам надо вы хотите вы там себе визуализируйте как визуализировать не говорили во вторник сейчас повторять эти нюансы не буду но почему-то реализационной силы каким-то целям сильно не хватает так вот будем разбираться сейчас этим реализационная сила это вектор направленность вашего бессознательного реализационная сила вашего ваших целей это направленность вашего бессознательного на реализацию внимание бессознательного бессознательного бессознательное обладает гораздо большей силой нежели сознание на уровне сознания вы можете смартовать цель, по смарту, по конец, по любые техники формулировки целей, даже ХСР можно туда, хорошо сформулированный результат, очень люблю эту технику, даже ХСР туда можно и нужно. Но у одних целей, у одних есть такая бессознательная направленность бессознательного в реализацию, а у других нет. И бессознательное ваше определяет, в какую цель идти, в какую цель реализовывать, куда быть направленным, а куда нет, по одному простому признаку. Реализуют ли эта цель ваши внутренние ценности? Реализационная сила цели – это то количество и вес ценностей внутренних, которые будут удовлетворены благодаря реализации этой цели. внутренние ценности. Сейчас я вначале это закончу, а потом мы чуть-чуть пообщаемся, насколько вам это понятно. Что такое внутренние ценности? Внутренние ценности – это номиналитивные понятия, которые значимы для вас. Очень часто люди вообще смутно предполагают, смутно понимают, что на самом деле ими руководит. Вами руководят ваши внутренние ценности. И если вы их не знаете, а очень многие люди не знают их, мало того, что они и не знают их иерархию, то есть что внутри этих, внутри набора неких внутренних ценностей, что очень весомо, очень значимо, что меньше. Я когда первый раз делала себе иерархию ценностей, это большая практика, мы не будем её делать сейчас, мы сделаем с вами работу по ценностям сегодня, но сделаем её в упрощённом варианте, потому что в архитектуре года, когда я даю, мы на это тратим порядка двух часов. Но это та работа, которая впоследствии обеспечивает вот такую вот реализацию. Если правильно привязать цель к ценностям, это такая, знаете, тройка лошадей, тройка, пятёрка, семёрка лошадей, которые начинают эту цель нести. Так вот ещё раз, ценности – это внутренние номиналитивные понятия, которые для вас архиценны, архизначны, даже если вы этого не осознаёте. Какие могут быть ценности? Могут быть условно-позитивные ценности и условно-негативные, между прочим, тоже. Просто к позитивным нам понятнее о том, что, ну да, это ценность. А к негативным, ну такое, ну как бы мозг хочет сопротивляться и говорить, да нет, что за нафиг. Не-не-не-не-не-не, мне боль, вообще мне боль не цена. Но если начинает анализировать свою жизнь, вдруг обнаруживает, что боли вот так в его жизни, он из раза в раз в эту боль ныряет. И тогда есть основания предполагать, что боль тоже где-то входит в список ценностей, раз постоянно, бессознательно организовывает получение. Ценности – это может быть деньги, безопасность, секс, семья, дети, любовь, отношения, развитие, быть лучшим, удовольствие, комфорт, свобода, власть. Развитие говорила, да, это первое, что приходит. Первое – дружба, юмор. Например, я встречала такую ценность единожды, вообще за всю свою практику очень удивилась этому. Есть у каждого некий свой порядочность, да, есть у каждого некий свой набор внутренних ценностей. Теперь смотрите, в чём парадокс. Ценности реализуются всегда. Это закон. Это аксиома. Ценности реализуются всегда. Можно, конечно, спорить, но бесполезно. Ценность реализуется всегда. Но двумя путями. Либо ценность реализуется посредством реализации целей. Ценность – это ваша внутренняя потребность. Внутренняя бессознательная. Это важно, что она бессознательная. Внутренняя бессознательная потребность. Внутренние бессознательные потребности реализуются. Но они реализуются либо через реализацию целей, то есть вы достигаете, получается, организовываете в своей жизни получение желаемого, получается свою цель, и таким образом удовлетворяется ваша потребность, насыщается ваша ценность, она закрывается, как получает кисуй, получает покрытие, получает удовлетворение. Либо она, если не привязана к цели, она удовлетворяется любым другим косячным способом. Настолько косячным, что в целом даже не заподозришь в этом каком-то таком, в этой неприятности реализацию ценности. Это один очень важный момент. Я приведу пример. Например, это из кейсов, да, например, цель женщины была выйти замуж. Мы пока отойдём немножечко от денег, пока, да, сейчас к деньгам тоже вернёмся. Цель женщины была выйти замуж. И когда разговаривали, долго-долго она не могла выйти замуж, когда разговаривали, общались, обнаружилось, что... А для чего тебе нужно выйти замуж? Ну вот, как ты думаешь? Да, и она говорит, ну, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. То есть её основная ценность, ради чего она хотела замуж, была ощутить безопасность. И при этом безопасность была у неё полностью удовлетворена. Её потребность в безопасности удовлетворялась тем, что она сидела дома, никуда не выходила, особо ни с кем не общалась. У неё была крепкая бронированная дверь. И когда она заходила домой, закрывала дверь на все замки, она ощущала безопасность. И тогда это только иллюзия о том, что мне нужно замуж для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, потому что потребность в безопасности абсолютно и полностью удовлетворена, но только другим косячным путём, только по-другому. С деньгами, с любыми другими вашими целями может быть так же само. Если ваши ценности внутренние удовлетворяются косячным другим путём, они не будут ценить ваши цели. Но если вы определите свои настоящие ценности, а ещё лучше потом их вес, их весомость, потому что чем больше вес ценности, тем она легче вытягивает цель. Если вы определяете, либо когда вы определяете это, вы понимаете, как привязать, я расскажу сегодня, как привязать свою цель к ценностям, и тогда это помогает вам в реализации. Этот момент понятен? Поставьте лайки, если понятно, или вопросы, если непонятно, потому что этот момент очень важно понять. На нём, основываясь на этом механизме, мы сейчас будем двигаться дальше. Поставьте, я не вижу ни вопросов, ни лайков. У меня начинают возникать подозрения, что меня не слышно. Так, как бы заболеть, чтобы выздороветь и реализовать здоровье. Да-да-да-да-да, это примерно вот так. Это примерно про это. Понятно. Отлично. Наталья, уточни вопрос. Вижу знак вопроса. Задай вопрос. То есть не просто знак вопроса поставь, пожалуйста, а задай вопрос, чтобы я могла на него ответить. Потому что я же так, я же не знаю, что именно тебе, что ответить на знак вопроса. Окей, непонятно, что. Наташ, непонятно, что. На что ответить? Непонятно. Смотри, тут два момента. Либо задай вопрос, либо надо переслушать с самого начала. Нет особо смысла с самого начала рассказывать, но если ты задашь вопрос, что именно непонятно. Секунду. Хорошо. Давай, я сейчас буду пока... Давай, первое задание. Окей, ты пишешь вопрос, и пока люди будут делать задание, я тебе отвечу. Значит, то, что нужно сделать сейчас, пока Наталья пишет вопрос. Приготовьте, пожалуйста, листики-ручку. Потому что это задание для определения, такой light, быстрый, экспресс определения ценности, я его очень люблю, но это задание делается письменно. То есть если вы хотите сейчас проработать в какой-то момент и организовать своим целям, дать своим целям поддержку, чтобы 22-й год не стал еще одним годом переноса в цели на следующий год, возьмите листики-ручку, поставьте лайки, что листики-ручки у вас уже есть, либо напишите, что листики-ручки у вас уже есть, я буду понимать, что можно продолжать далее. Мы работу с ценностями очень большую. То есть первая часть архитектуры, давай так, почти половина архитектуры, она направлена, нет, половина все-таки вру, четверть. Я сейчас буду торговаться сама собой, направленная на определение иерархии ценностей внутренней. То есть не просто, а вот у меня вот столько, а какая самая высокая, потом какая следующая, потом какая следующая, потом какая следующая. И привязки, очень такой красивый привязки внутренних ценностей к внешним целям, к внешним желаниям на год. Тетрадь целая, ценная, отлично, хорошо, супер. Третья часть. Да, хорошо, я согласна, Светлана, по опыту, по опыту прошлой архитектуры, помнить, что это была третья, может быть, третья часть, да. Но это достаточно большая часть, потому что она вытягивает, она, впоследствии мы это одеваем на такие вот, мы определяем на архитектуре места высокой вероятности происхождения, происшествия, возникновения, господи, забыла слово, событий. То есть есть в году, есть определенные места, временные, очень высокой вероятности возникновения события. Мы вначале делаем вот эту вот историю с ценностями, соединяем с целями, потом определяем места вероятности событий, прикрепляем эти цели к этим событиям, и потом еще ходим по ним, делая расширение принятия блага. Окей, хорошо, есть тетради, смотрите, две минуты. Мы делаем простую штуку, простую. Две минуты, я сейчас, ну вы меня не слушаете две минуты, я чуть-чуть замолчу, потом, по идее, получу вопрос и буду отвечать на вопрос, а вы две минуты пишете минимум двадцать слов. Минимум двадцать важных для вас слов, двадцать важных слов за две минуты. То есть вы пишете, что для вас в жизни важно, ваших двадцать самых главных ценностей. Любовь, счастье, деньги, не знаю, секс, развитие, бизнес, то, что важно вам. Время пошло, потом я расскажу, что с этим делать. Время пошло. Так, я читаю вопрос. Правильно поняла, нужно дифференцировать цели, определить те, которые все же скрытно удовлетворены, и не выдвигать их, так как они удлиняют путь к достижению результата. Конечно же, нет. Нет, Наташа, совершенно неправильно ты поняла. Нужно определить ценности, определить ценности в начале, которые есть. Вот сделать сейчас это упражнение, например, если на архитектуре тебя не будет. Сделать это упражнение, а потом привязать эти ценности к целям, сделав так, чтобы они видели, чтобы бессознательное видело, что удовлетворить эту ценность можно и нужно с помощью, при реализации этой цели. То есть это не про то, что эти цели нужно отодвинуть, они и так будут отодвигаться, если ценность удовлетворяется косячина, то она и так будет, ну, она и так и так. Смотри, ценность в любом случае будет удовлетворяться. То есть ты тут не будешь влиять, ты не можешь отодвинуть ценность, это бессознательное. Но ты можешь взять ценность и впрячь её в реализацию цели. И тут не дифференцировать цели. Ценности – это безопасность, любовь, счастье, радость, не знаю, деньги, власть, развитие, быть лучше, семья, дружба, юмор, порядочность. Это ценности. Цели – это то, к чему ты хочешь прийти. Нужно понимать свои ценности и привязать ценности к цели. Окей, ещё, ну, наверное, секунд 30. И будем двигаться дальше. Что, не видела, что у меня там в коврике творится? Поняла, отлично, хорошо. Дам пару секунд и будем двигаться дальше. Окей. А теперь, те, кто писали, напишите, пожалуйста, если есть таков. Всё, супер, отлично. Те, кто писали, обнаружьте в этом списке. Просто проверьте. Это не значит, что должно быть. Это значит, что может быть. И на это надо посмотреть. Если вдруг, случайно, в вашем списке условно негативные ценности. Если в вашем списке что-то, что вас пугает. Ну, не знаю, я встречала слово страх, боль, пожар. Я уже не помню всей болезни. Я уже не помню всей... Не оглашу всего меню. Страх. Отлично. Светлана, по идее, вы знаете, я сейчас напомню, что с этим делать. У кого ещё? Есть ли ещё условно негативные ценности? Это такая штука. То есть у кого-то может проявиться. Вот, да, у Светланы, например, проявилось слово страх. Что это значит? Это значит, что ваши значимые вещи... Сейчас сформулируем. Сейчас вам дам прививку от негатива, прививку от катастроф. Такая вот управляемая. Нормальный вес для меня. Нормальный вес для вас – это условно негативное. не совсем поняла, каким именно негативом здесь патнул. Ну, то есть что негативного в нормальном весе для вас. То есть я спрашиваю про, если бесхозность, возможно, родовое... Выключи, пожалуйста, сейчас анализ сразу там родовое. Откуда это? Неважно, откуда это вообще. Это не откуда, это куда. Понимаешь? Это ты смотришь назад, возможно, родовое. Я говорю, куда? Так вот, когда у вас иногда тревога за детей, а не иногда, вот в этом списке из 20 слов, которые вы писали быстро, есть ли условно негативные вещи? Трудность, да, возможно, трудность. Не совсем понимаю, что такое нормальный вес, понимаю, но оказалось ли нормальный вес в списке? И как это негативно? Если тревога за детей является в списке, то да. Значит, что это значит? Это значит, что среди значимых для вас вещей вам необходимо испытывать эти чувства. Это значит две вещи. Это значит, что в ближайшем будущем вы рискуете встретиться с этой ценностью. Она у вас... Это тоже ценность ваша внутренняя. Не важно сейчас, откуда она пришла. Родовая, способы выживания в этой жизни. Вот сейчас совершенно не важно. Почему? Потому что исследовать, откуда пришлось, это смотреть назад. А мы сейчас смотрим вперёд. Ценность похудеть может быть, и получается, набираю, чтобы похудеть. Может быть так, но только это не ценность похудеть, это цель похудеть. А ценность-то то, для чего вам надо похудеть. Это цель похудеть, и тогда можно набрать, чтобы ещё больше хотеть похудеть. Но ценность похудеть никак. Никак не могу достигнуть. Вы говорите про цель, а задание было писать ценности. Пересмотрите просто ещё раз эфир, потому что мы так увязнены, я не смогу дать материал дальше. Если вы видите, что вы сделали ошибку, просто, когда эфир закончится, вернитесь и пересмотрите. Потому что мы говорили про ценности сейчас, а не про цели. Вы писали ценности, а не цели. И это если у вас среди ценностей есть условно негативные вещи, нужно сделать прививку от катастрофы. Сделать управляемую катастрофу. Когда у вас среди ценностей есть условно негативные вещи, типа тревоги, страха, смерть, боль, пожар. Я не помню весь, всё меню не оглашу, потому что каждый раз какие-то новые истории. Бескозные, да, вот здесь писали. То это про то, что, первое, для вашего бессознательного важно периодически испытывать это. Второе, ваши цели могут быть сопряжены. То есть может быть такая склейка, что если я достигну этой цели, то я резко встречусь с этим страхом, с бесхозностью, либо ещё с чем-то. И есть страх дополнительный с этим встретиться, поэтому это может просто обездвиживаться, включать саботаж движения к целям. Что с этим сделать? Мы не можем это вычеркнуть. Это внутренняя потребность. Но мы вспоминаем закон, что когда, я об этом много буду говорить на архитектуре, это я просто, то, что я делаю сейчас, я кусочек архитектуры года вытащила вам сюда дать, чтобы вы тоже могли этим пользоваться. Но вы же знаете, что ценность реализуется всегда. И страх, бесхозность, тревога, оно будет реализовываться всегда. Это вопрос просто «как?». Либо оно будет реализовываться через вашу цель, управляемую, либо как пойдёт. Так вот, придумайте, пожалуйста, это прививка от катастрофы, это управляемые катастрофы, придумайте, пожалуйста, как вы испытаете этот страх самым простым и приятным для вас способом. Как вы испытаете бесхозность самым простым и приятным для вас способом. Как вы испытаете тревогу для детей самым простым и приятным для вас способом. Для бессознательного – неважно. Если ничего нет, выдыхай и наслаждайся. Для бессознательного – ну, потому что не всех есть. Я даю этот материал, потому что он, это бывает, и с этим надо понимать, что делать. Вот это всё. Да? А если есть страх смерти, если будет реализовываться цель, но цель, но смерть – не моя ценность, то с этим надо работать, откуда вы это? Ну, там, возможно, есть… Смотри, первое. Если есть… Тут чуть-чуть другое. Возможно, ты говоришь про убеждение. Я сейчас говорю про те негативные ценности. Давай закончу с этим, потом скажу тебе. Нет, ты в этом живёшь всю жизнь, потому что оно реализуется косячно, а не тобой управляемо. Ты в этом жертва, а не деятель. Ты в этом наблюдатель, а не деятель. Не ты этим управляешь, тобой это управляет. А теперь нужно придумать. Понимаешь, когда ты придумываешь, как я это буду испытывать осознанно, безопасно и желательно приятно, тогда степень, тогда эта ценность, она будет получать реализацию в управляемом тобой способе. А не, я в этом живу. Я в этом живу, это я над этим не властна. А, например, придумать, ну, не знаю, пойти в какое-то общество, про бесхозное, да, пойти в какое-то общество осознанно, которое тебе может быть, ну, не знаю, не то, что не нравится, чтобы сделать себе неприятно, а найти такое место либо сообщество, где ты посмотришь и скажешь, блин, я здесь лишняя. Вот я реально здесь лишняя. Ну, ты знаешь, в каком контексте я лишняя? Не в смысле, что, ой, я тут никому не нужна, а, ну, тут не моё место. Вот это вот ощущение, когда я здесь бесхозное, потому что это просто, знаешь, как, как, я не знаю, как поставить какую-то китайскую там, либо древнюю, либо не китайскую, дорогущую вазу в хлев, ну, явно она там будет бесхозное и лишнее. Её нужно просто вытащить и перевезти в другое место. И там будет её место. И вот, ну, да, то есть вам нужно придумать, я не могу придумывать за каждого, да, за вас, страх, пойти в комнату страха, но не просто пойти, не просто там, а, я пойду погуляю по комнате страха, а понимать осознанно, осознанно, что я сейчас иду реализовывать эту ценность. У меня на одной из программ сжигали платьичко, потому что в ценностях был пожар. Сжигали платьичко, человек там проживал самые разные чувства и эмоции. Я так сделала, когда кабинетала, ты скажешь, вот проделай ещё раз, значит, периодически это делай, но не просто сделать ещё раз, а связывать, связывать, да, о том, что вот это сейчас, я реализую эту ценность. Я сейчас поджигаю, там где-то в безопасном месте делаю пожар, там горю какой-то, сгорает какая-то тряпочка, потому что вот я реализую пожар. Я иду в комнату страха, потому что вот я реализую ценность, да, под необходимой страхи. Я медитирую, не знаю, давайте так, разрешаю ребёнку, ну не знаю, что-то относительно безопасное, но то, что позволит мне почувствовать тревогу. Не знаю, разрешаю ребёнку нагрубить учителю, например, как вариант. Да простят меня учителя некоторые. Знаешь, я сижу, пытаюсь придумывать для вас. На самом деле задача не ждать рецепта от меня. Этот рецепт вы должны придумать. Этот рецепт вы должны придумать. И когда вы придумываете рецепт, как вы осознанно и осознанно, управляемо проживаете максимально безопасным для вас способом, максимально экологичным, комфортным для вас способом, условно негативную цену, негативную ценность, тогда вы нейтрализуете её, тогда вы ей управляете, а не она вами. И тогда спадает сопротивление вашим целям, и тогда вам не так страшно двигаться вперёд. Беспорядок, иду делать порядок, так не знаю, вообще не поняла. Татьяна, если у вас беспорядок в ценности, тогда зачем делать порядок? Устройте себе день бардака. Сделайте себе раз в неделю либо раз в месяц день бардака. И получите это наслаждение о том, что вот теперь я делаю, удовлетворяю свою потребность в беспорядке. А, да, это был рецепт. Просто я это понимала, и да, делала выбор, это было безопасно. Окей, хорошо. И тогда ты разделяй, что когда я это делаю и управляю, мне не приходится в этом просто жить. Я в этом просто живу, такое впадание в лёд, в бессилие. Так, дальше. Тут ещё был один момент. Да, если есть страх смерти, если будет реализована цель, но смерть не моя ценность. Есть два пути, которые можно с этим решать. Первое – выписать, да, выписать, какие установки убеждения в этом стоят. Второе – не два пути, а, ну, несколько способов, да, что с этим можно и нужно сделать. Если смерть не твоя ценность, если смерть не твоя ценность, дальше можно бы выписывать убеждения, посмотреть, перепрошить их. То есть у тебя, ну, достаточно техник для перепрошивки убеждений. Дальше посмотреть, чей симптом, откуда это идёт история. Можно снять эту историю таким образом. И ещё один такой момент – это когда ты проживаешь эту реализацию цели на линии времени, то, что мы в архитектуре делаем, проживаешь реализацию цели на линии времени и обнаруживаешь, что ты живёшь. И это очень такое занятное упражнение, да, будет правильное слово. Опыт всё-таки. Когда ты идёшь по линии цели, по линии жизни, по линии времени, проходишь, мы на линии времени делаем все вот эти вот расширения, себя способность это взять, заходишь в цель, обнаруживаешь, что ты там живёшь, тело получает опыт, что оно живёт, и ты выходишь, продолжаешь двигаться по линии времени дальше, обнаруживая, что на самом деле никакой смерти не было, это был не настоящий мультик в голове. Это, ну, можно работать, это чуть-чуть за рамками просто работы с ценностями, но проход по линии времени для того, чтобы обнаружить, что после реализации этой цели я всё равно остаюсь жить и живу, очень круто работает. А если я боюсь высоты, я, собственно, пойду куда-то, чтобы реализовать страх в ценностях. Это такое, да, конечно, ну, только боюсь, но боюсь, делаю, но безопасно. То есть пойти там на 16 этаж, посмотреть с окошко, и сказать, боюсь, дышу. Вот, вот эта ценность страха и высоты реализована. Если этот есть, если он есть в ценностях, а, в смысле, чтобы реализовать страх в ценностях, да, да, вполне себе можно, только тоже это сделать безопасно. Да, да, окей, теперь, когда вы сделали прививку от, да, управляемой, управляемой катастрофой это называется, управляемой катастрофой, прививка от, ну, катастрофы, да, вы делаете следующее. Это вот прям, ну, правда, такой подарок. Вы придумываете историю, вы смотрите, как ваши цели, каждая, какое количество ваших ценностей закрывает. Что значит закрывает? Удовлетворяет. Буквально увидеть картинки, увидеть картинки диссоциировано, вспоминаем правила визуализации, да, диссоциировано. Увидеть картинки, как вот эта вот моя реализованная цель, удовлетворяет вот эту ценность, вот эту, вот эту, вот эту. Как именно это происходит? Вы таким образом, это один из простых способов связывать ваши ценности, вашу реализационную силу, ваши тяговые лошадки, сважда впрягать ваши ценности, впрягать в цели, для того, чтобы они их поддерживали и вывозили. Идеальным способом, помимо этого, вы берёте каждую цель, взяли, не знаю, какое количество целей, вы берёте, там, 3, 5, 7 на год, 10 на год. Мне очень нравятся, ну, 10 целей, да, но 10 целей разного уровня. Так вот, такая мега структура со самореализующихся целей. И берёте тогда, да, каждую представили, вот эта цель, не знаю, там, цель выйти на такой-то доход, реализует вот эту ценность, вот эту ценность, вот эту ценность, вот эту ценность. Представили, как конкретно, как именно. А вот эта цель реализует, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. А вот по каждой. И потом, в идеале, если вы напишете сказку, я думаю, даже, может быть, я сделаю ещё один дополнительный эфир со сказкой. Просто делать сказку, там, 24-го числа, наверное, ещё рановато. Не знаю. А может быть, сделать сказку 24-го? А может быть, сделать дополнительный эфир в сказку? Я, правда, в отпуск уже буду. В общем, я про это ещё подумаю, потому что традиционную новогоднюю сказку уже тоже сколько лет я провожу. Кстати, а есть те, кто были в прошлых, в прошлых годах на новогодней сказке, которую я делаю? Эфир, когда мы пишем сказку новогоднюю. А ну-ка дайте знать, есть ли здесь кто-то, помнит ли... По-моему, в прошлом году тоже делала. Я каждый год это делала. Не, не, не могла я пропустить. Не-а-а. Я что, в прошлом году пропустила? В общем, я подумаю, не готова обещать это? Это обещать не готова. Я сказку каждый год переписывала два раза от начальной. Ага. Не так много есть тех, кто были на сказке. Может быть, Света только. Окей, хорошо. Про сказку я подумаю, но вы впоследствии берёте и пишете сказку о том, как вот эти вот... Я есть, но в прошлом году не было. Не было, да, я не вела в прошлом году сказку. Не обещаю в этом году, но я точно подумаю. Есть, писали перед Новым годом на архитектуре, но на архитектуре да. Но мы перед сказкой на архитектуре такой объём работы проделываем, что там эта сказка уже просто ложится. А надо написать сегодня в чат архитектуры. Да, на архитектуре, конечно. Я обычно веду в эфире ещё сказку с картами, когда мы пишем сказку года. Не готовы обещать. В общем, в любом случае, буду я вести или нет, это третий разговор. А вот вы, если хотите этот год сделать, мне тоже кажется, что было, но я не помню, сделайте впоследствии, когда вы все эти цели соединили с ценностями, напишите сказку. И на самом деле, если вы проделаете, то этот эфир уже будет вам большим-большим подарком на Новый год, если вы сделаете этой технике. Они кажутся простыми, но они обалденные, быстренько вспомнила я правильное слово, они очень крутые по своей силе, по своей реализационной способности. Те, кто готовы, ну вы поняли, да, на этом этапе, если бы я сейчас вела эфир мастер-классовый в ПДП, я бы сказала, что на этом этапе пора закрывать возражения по цене. И на этом этапе пора закрывать возражения по продажам и тра-ля-ля. Не буду. Не буду. Первое. Последние выходные декабря, уже много лет это идет. Я думаю, вы знаете, если вы готовы глубоко проработать свой следующий год, создать его, а не как пойдет. Welcome. Напишите Ольге Малевицкой. А возражения по цене, при такой цене, ну в принципе, их не может быть. Два дня с утра до вечера формировать, работать над своим годом за первое участие полторы тысячи гривен. И если это повторные либо другие любые мои проекты, тысячу гривен. Тут даже возражений по цене обычно не бывает. Я уже кашу свой взгляд, потому что делаю комнату для группы ПДП. У нас сегодня ответы на вопросы и пошаговый алгоритм продаж. Вот. На сегодня с вами все. В смысле, с вами я на сегодня прощаюсь. Очень рекомендую вам эти задания сделать и переставайте еще по течению начинать создавать свой лучший год для того, чтобы, оглядываясь назад, нужно было сказать, да, это был крутой год. Очень желаю вам, оглядываясь назад, понимая, что это был крутой год, хочу с вами встретиться завтра в 9.20. Будем продолжать говорить по целям, по планированию, по моделированию. Буду делиться с вами фишками и секретами. Не забываем, пожалуйста, делиться эфиром. Я делюсь с вами фишками, а вы делитесь эфиром. У нас будет такой обмен. Это все на сегодня. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Жду вас завтра. Пока-пока.